Уже в десятый раз лучшие раперисты юниоры России приезжают в Одинцово для участия в турнире сильнейших. С этого календарного состязания начинается новый спортивный год. Формирование собственного рейтинга для отбора в сборную команду страны. Свою площадку для проведения соревнований предоставляет спортивно-зрелищный комплекс. Возможностей зала хватает, чтобы разместить 8 дорожек, на которых одновременно фехтуют 8 пар. В этом году участие в турнире принимают 90 спортсменов. 18 из них – воспитанники Одинцовской детско-юношеской школы Олимпийского резерва по фехтованию. Много молодежи, только они перешли с кадетского возраста, это юниорский возраст. Некоторые еще в этом кадетском возрасте находятся. Здесь ограничение идет у нас по возрасту 2003 год. Можно выступать ребятам, которым 13-14 лет. Но и хозяева имеют право выставлять спортсменов. Скажем так, нет у нас особых ограничений. Среди соревнующихся серебряный призер Всемирной универсиады – Одинцовский раперист Григорий Семенюк. Спортсмен накануне прилетел из Тайбэя и практически без отдыха и перерыва снова вышел на дорожку. Очень сильный состав был на универсиаде. Наверное, может быть, не самые первые все были сборные, но многие сборные были первые. Япония, сильный состав был и у Италии. И в команде наш спортсмен, он заканчивал все встречи. Это очень большая ответственность. То есть командные встречи идут эстафетой. Как вот в легкой атлетике, например, могут трое бежать, а четвертые взять и, конечно, задел белые трое. Но он заканчивал все встречи и он практически выдержал это. И в последней встрече немножко нам не удалось выиграть первую национальную сборную Японии. Мы вели практически до последних боев. Самый первый турнир сильнейших раперистов России задумывался 10 лет назад при участии директора Одинцовской школы фехтования Елены Володиной. К сожалению, ей не суждено было открывать состязание. Елена Николаевна скоропостижно скончалась, а турнир был назван в ее честь. Дело тренера живет и развивается. Это доказывают ежегодные успехи Одинцовских раперистов на состязаниях разного уровня. Мы стараемся настолько аккуратно подходить ко всем изменениям, которые диктуются временем и современными тенденциями. И даже что-то меняя, мы стараемся оставить все то лучшее, что было заложено при работе Елены Николаевны. По итогам турнира победу одержал раперист из Самарской области Кирилл Бородачев, чемпион мира по фехтованию среди кадетов. Серебро взял Григорий Семенюк, бронзу Антон Бородачев и Владислав Мыльников. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.